привет всем с вами Виталина и вы снова на канале посиделки с карандашами сегодня небольшое видео которое я вам обещала давайте с вами полистаем мои книжки от Риды Берман и посмотрим в них готовые работы я так недавно подумала почему бы не снять это видео потому что я довольно часто раскрашиваю эти книжки и у меня здесь накопилось в обеих уже 33 работы и думаю почему бы не полистать тем более многие кто смотрит мой канал им нравится как у меня получается в этих книжках и поэтому думаю вам понравится видео просто полистаем посмотрим работы у меня две книжки от риты это моя прогулка по временам года это мне подарилушка и мир под лупой на земле эту мне раскраску подарила рита и мне очень приятно в них раскрашивать люблю я их и за иллюстрации и за формат такой квадратный поэтому давайте смотреть давайте начнем наверное с первой раскраски которая у меня появилась сначала это моя прогулка по временам года и по порядку буду листать и смотреть я как раз сама вспомню потому что я уже даже и не помню некоторые работы что у меня здесь есть книжка у меня довольно уже потрёпанная потому что я активно ей пользуюсь здесь у меня 26 работ ну вот такой титульный листик здесь я использовала помню мелкие размываемые и немножко блестки вот это вот я недавно закончила я показывала вам такие миниатюрки вот этот вот разворотик придется мне брать мои украшалочки чтобы показать полностью разворот вот этот вот вот эта птичка у меня набрала самое большее количество лайков на инстаграме я честно говоря сама не пойму почему то есть как бы есть работы и другие ничего так красивое но это прямо пользуется пользовалась огромнейшим успехом у меня наверно нет больше работы которые столько бы набрали лака около 200 было это вот и вот еще цветочки мне они очень нравятся здесь фон акварелью и они сами кофе нормандо гу с карандашами но я не буду называть все материалы так как это же не отчета раскрашенных работах а просто мы с вами листаем и смотрим кстати здесь я еще а здесь я подписала это был марта 19 года это и это тоже картинки дальше что-то у нас есть вот такой заяц который тоже был очень популярный как я только начала снимать видео сразу заметили люди этого зайца просили меня снять мастер-класс по этому фону как я делаю этот фон он выполнен мелками акварельными и добавлением мандалуза немножко я кстати сняла мастер-класс у меня есть мастер-класс на канале поэтому кому интересно можете посмотреть в плейлистах техники раскрашивания в плейлисте техники раскрашивания там есть этот мастер-класс по этому фону потом меня такой вот разворотик был тоже март 19 года я вижу я активно раскрашивала и в марте а вот это вот феврале заяц сделан это у меня разворот с нарциссами фон здесь сделан акрилом полностью цветочки но и все элементы карандашами лира рембрандт а яйца тут с добавлением металлических гелевых ручек еще немножко но также использована элира здесь вот этот вот рисунок понравился моей маме я помню я участвовала с ним в группе вконтакте была тема зонтики и кстати выиграла эта работа была на аватарке так что не изначально она как бы ничего особенного туда так симпатичная но тем не менее нравится нравится эта работа конечно еще раскрашивать и раскрашивать потому что всего в этой книжке если записала себе 100 122 иллюстрации у меня только 26 раскрашено но я никуда не спешу типа раскрашиваются они легко так вот следующая это была работа на марафон андитера когда я еще играла в реальном времени в игру 100 раскрасок сделана она в этом году 25 июня и это была тема в общем тебе выпадают материал так случайно мне вот выпали мелки марабу акварельные я полностью ими раскрашивала только немножко добавила здесь воску вот этот вот мне нравится до сих пор здесь у меня довольно таки сложная техника сначала я накладывала мелок акварельный вот такой вот какой-то малахитового цвета потом размывала его сверху акварель белые ночи вот в это все в круге это акварельные карандаши мандалузы с размывкой без размывки потом белая гелевая ручка в общем тут куча всего намешано но получилось интересно вот эту вот я работу все мечтаю раскрасить все никак потому что она довольно кропотливая наверное будет я думаю но очень хочется раскрасить в инстаграме кстати много кто раскрашивает работу а на вот эти новые работы это с прошлого месяца сентября сегодня кстати 12 октября я снимаю видео мне почему-то нравится назвать даты потом я сама люблю пересматривать что я раскрашивала когда вспоминать какие я эмоции испытывала поэтому я с удовольствием называю даты но кому это не нравится то извиняюсь потом вот это у меня вся сделана карандашами лира грузлин это моя гордость потому что здесь было только 12 цветов у меня набор я здесь смешивала много всего и в прошусь этой работы дорисовывала я всю деревянную стену так что у нас тут у меня просто начато было пэтчворк покрывальца как бы одеяло лоскутное но не это дело я просто фломастер тестировала просвечиваются ли они здесь нет не просвечиваются пример те которые я брала а вот у меня вторая картинка как заяц с таким же фоном по которой я делаю мастер-класс теперь вот грибок кстати поэтому тоже есть мастер-класс как я делаю фон акварельными карандашами по фенорман де луз кстати довольно популярное видео на моем канале кто не видел заходите смотрите там все подробно я рассказываю как я наслаиваю как делаю все это весь этот вот фон это уже у нас в ноябре девятнадцатого года при среде почти год прошел вот так вот листаешь такие вот работы раскрасках или в скетчбуках и смотришь на дату и потом как-то как будто тебя отбрасывает в какое-то путешествие во времени ты вспоминаешь что ты чувствовал когда раскрашивал может быть какие-то даже проблемы у тебя в голове были в общем все вспоминается сразу это даже знаете на что мне напоминает что мне напоминает это все как вот фильме гарри поттер вот эти вот были называть в немецком это была фиола в которой хранит хранятся воспоминания в какой серии это было принц полукровка кажется вот и вот точно вот действительно как будто какие-то колбочки с воспоминаниями вот эти все раскраски рисунки память прямо цепляется за прошедшие ты вылавливаешь из нее все все твои эмоции все впечатления что-то хорошее что-то какие-то может даже и неприятные моменты но все это оживает просто чудесные рисовать и раскрашивать я не знаю наверное нет другого занятия которое бы так хранила память и просто консервировала и его как вы думаете у вас тоже такие ощущения напишите в комментариях если вам интересна эта тема вообще дальше переходим я помню я делала обзор на карандаши faber castell gold faber вот основе этой картинки а здесь у меня мне тоже нравится до сих пор здесь фон темпер а дерево и листики это джото стильного карандаши вот говорила не буду называть а все равно называю по привычке материал вот вот этот разворот был самым первым в этой книжке и сделано в декабре 18 года потому что подружка моя подарила мне эту раскраску как раз к рождеству и здесь все мандалуза по-моему да без размывки и еще серебристая гелевая ручка я сейчас так солнышко вы выс вышло прямо глаза слепит так давайте эти смотрите мой прям вообще не могу меня с правой стороны на камеру хорошо все но мне смотреть прямо больно надеюсь она сейчас уйдет потому что нас пасмур на то появляется то уходит значит вот это вот я раскрашивала помню когда мы поехали в отпуск на новый год 31 декабря я раскрашиваю перед то есть в новогоднюю ночь я эту картинку представляете я не всю ее есть делая только вот элементы а потом дома уже после акварелью фон а это уже в январе и раскрашивая здесь вот эти вот сияющие то я применяла от луч восковые мелки по которым акварели проводишь она потом отскакивает и такой вот эффект образуется интересный такие птицы это тоже январь девятнадцатого года здесь я металлический акрил применяла да мне кажется видно сейчас даже плестит здесь вот тоже какие-то мелки с размытием я только начинала ими пользуются тут у меня штрихи еще видны то я накладывала не так как сейчас круглыми движениями а немножко наложила штрихом вот здесь чуть-чуть видно мне птички тут нравится такие яркие мне кажется это мандалуза здесь что у нас еще осталось а вот это вот картинка прошлого году я помню на рождество раскрашивала вместе с гелен винтре с леной у которой канал гелен винтре по-моему она сейчас не снимает вот это мы с ней раскрашивали тоже помню тут у меня много еще осталось новогодних картинок вот рождественская ярмарка классная картинка может раскрашивать а вот еще вот такая у меня как будто оберточная новогодняя бумага получилась фон здесь полностью акрилом а снежинки джотта стеренового еще там когда и вот на день валентина я раскрасил такое сердечко кстати нет это еще не владеет день валентина это был еще все еще январь но уже скорости перед наверно конце января наверное вот еще не писала число просто месяц писала ну вот это была вся раскраска моя прогулка по временам мода первая моя раскрасочка от а вторая вот это вот мир под лупой на земле и здесь меня 7 работ я правильно посчитала первая была это вот такого цветочек это я пробовала здесь бумагу пробовала карандаши акварель луч здесь фон лиры здесь классно ложатся это полностью лирами так ярко я начала но это меня так прям застопорилась пока не тянет на такую мелочевку тем более я начала здесь карандашами фабер-кастель gold faber но я думаю жучков я ими еще доделаю остальное наверное буду фломастерами или какими-нибудь гельными ручками посмотрим так вот эти вот работаем тоже не так давно это у меня 20 июня а это у меня в апреле сделано этого года нравится мне эта бабочка прям такая интересная оригинально получилось и здесь вот у меня полихромусы gold faber и основной gold faber здесь они тоже классно ложатся кстати так мягко мужу моему нравится эта картинка мне как-то не очень разом нравится разом нет вы знаете это мой мою ситуацию мне такой бывает он раз это не нравится в общем так вот эта мышка тоже с прошлого месяца новенькая потом это вот тоже с прошлого месяца чаепитие многим понравилась работа это вот этот вот это вот птичка на игру дитера еще было сделано к ней также я писала рассказ на игру 100 раскрасок кто не знает в июне сделана эта работа здесь акварель в основном одна луч и немножко карандашами доработано карандаши кофе-нор поликолор тоже нравится мне до сих пор эта птичка прямо так она трогательная следующая у нас вот это тоже на игру дитера такой ананас сначала мне вообще не понравилось потому что раньше я не просто ненавидела этот голубой цвет я его потом дополняла тут у меня куча слоев и капиллярные ручки потом сверху и золотистый акрил и воска здесь и потом я тень эту делала полихромосами ну в общем куча всего но в конце концов более-менее она мне теперь нравится и к такому голубому кстати я уже не отношусь ужасно как раньше вот видите все таки есть какой-то у меня прогресс даже восприятие материалов я теперь нормально отношусь к этому цвету используя его кстати тоже довольно не часто но периодически использую походу все да быстро пролетели 7 работ надеюсь я ничего здесь не упустила все он показал пока что так у меня есть планы на эту раскраску еще конечно же только что время лишь бы найти а так раскрашивать хочется ну все на этом наверное закончен я думаю и сейчас я отключусь и раз уже мне прямо такое настроение на съемки то давайте сделаем уже я полистаю тот обзор который у меня не получился на раскраску счастья в саду и потом выйдет выйдет это видео потом вот это на раскраску обзор ну или наоборот посмотрим связи с тем связано с тем как я их смонтирую я думаю сейчас у меня аранжировка на столе очень даже подходит для обзора на раскраску я помню вам обещала я говорила что сняла необычный обзор но он у меня не получился вообще нельзя было смотреть поэтому не хочу сейчас тогда полистать сразу чтобы обзорчик ну ладно на этом все надеюсь работы вам понравились вам было интересно и увидимся в следующем видео всем пока